Порядка 100 пациентов из Ненецкого округа получили квалифицированную консультацию у врачей из Московской клиники МЕДСИ. Это стало возможным в рамках соглашения о сотрудничестве между региональной администрацией и Московской медицинской организацией, которое было заключено 1 ноября этого года по инициативе губернатора округа Александра Цибульского. Тему продолжит моя коллега Ольга Русул. Гинеколог, уролог, хирург и травматолог-ортопед, узкопрофильные специалисты из Московской клиники МЕДСИ. Специально к приезду этих врачей окружные медики подготовили список пациентов, которые по показаниям нуждаются в оказании специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по данным профилям. И уже находятся в федеральной системе в листе ожидания своей квоты. Всего порядка 100 человек. Для того, чтобы проконсультировать пациентов врачами, как терапевтами участковыми, так и специалистами, то есть хирургам, гинекологам и травматологам, был проведен определенный отбор пациентов для, так скажем, более углубленной консультации специалистами. Было отобрано в среднем по 30 человек каждому специалисту. То есть порядка где-то 120 человек, 4 врача-специалиста посмотрят на свой решение пациентов. Медицинский центр МИДСИ, с которым было заключено соглашение, отличается высокомодернизированным оборудованием. Это единственный центр в России, где используется роботическая система Довинчи. У нас очень хорошая клиника, современная, хороший стационар с очень хорошими условиями, оснащенная операционная. Есть уникальные технологии, которых нет в других клиниках нашей страны. Мы выполняем, например, эндоскопические операции на щитовидной железе без разреза на передней поверхности шеи. Мы удаляем камни желчного пузыря вместе с желчным пузырем через два прокола, в отличие от других клиник, которые удаляют через четыре прокола. Делаем лепароскопические операции при грыжах вентральных, при грыжах пищевых отверстий диафрагмы, при опухолях желудочно-шечного тракта. К каждому из пациентов особый подход, если в ходе консультации выясняется, что в перспективе все же необходимо оперативное лечение, пациента направят в Москву. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается жителям Ненецкого округа за счет средств федерального бюджета в рамках обязательного медицинского страхования. Назначаю, какое обследование необходимо. Если есть все показания к операции, то забираем к себе в Москву на оперативное лечение. А расскажите, как у вас там происходит? У вас в клинике где-то они должны останавливаться, они сразу госпитализируются? Нет, почему они сразу госпитализируются? Мы их ставим в график операции, уже они приезжают непосредственно к нам в стационар, и все. Необходимости там снимать жилье какое-то, гостиницу, такой нет. Среди тех, кто приходил, действительно большой процент тех, кому нужно оперативное лечение. С ними обсуждены объемы операций, объяснены нюансы этих операций, и запланировано лечение. Уже с организационной точки зрения будем решать с Викторией Владимировной и Филипповой, которая заведующая женской консультацией. Думаю, что все получится. Ежегодно в специализированных медицинских организациях страны высокотехнологичную медпомощь получают порядка 350 пациентов из Ненецкого округа. Однако одно из предложений от самих жителей – рассмотреть возможность проведения таких операций на местах. Когда могли бы приехать врачи, также по договору прооперировать людей и уехать. Это было бы намного проще и удобнее всем. Добавлю, за счет средств окружного бюджета компенсируются затраты жителей на проезд к месту лечения и обратно. Такая социальная помощь оказывается также тем, кто направляется на получение специализированной медпомощи и для прохождения обследования за пределами региона.